Patrick's Power Box это рекурсивная игра «Головоломка», в которой ты, коробка внутри коробки, внутри коробки. Ты, возможно, помнишь старую игру под названием Soko Bond, где твоя цель – толкать коробки в назначенные места. Теперь представь, что некоторые из этих ящиков – это комнаты, в которые ты можешь войти. А в этих комнатах есть еще коробки, в которых может быть еще больше комнат, с еще большим количеством коробок. Звучит сложно. Пока мы только начинаем. Прежде чем рассказать тебе больше об этой системе управления разумом, я чувствую, что важно упомянуть, что разобраться в этой механике чрезвычайно приятно. Так что, очевидно, я сделаю все возможное, чтобы не испортить тебе этот опыт, и буду придерживаться некоторых ранних механик. Но если ты уже подсела и предпочитаешь открывать все самостоятельно, я настоятельно рекомендую проверить демо-версию. С этим покончено. Давай немного углубимся в систему. В силовой коробке Патрика ты можешь вставлять квадраты друг в друга и вынимать их друг из друга, пока они прислонены к стене. Иногда это просто используется, чтобы избежать препятствий. Но чаще всего эти коробки содержат мини-головоломки. Итак, чтобы продолжить, ты должна решать головоломки на нескольких уровнях. И вот тут и все и становится по-настоящему интересным. Коробка также может содержать саму себя. От одного взгляда на это, вероятно, у тебя закружится голова. Но это может дать тебе представление о том, как много возможно в этой системе. Для меня эта игра была очень похожа на тебя, бабы. Чем больше я играла, тем больше увлекалась этими идеями и тем больше хотела учиться. Игра разделена на разные разделы, каждый из которых представляет игроку новую концепцию. Так, например, есть группа уровней, которая фокусируется на концепции ввода ящиков, и практически каждый уровень представляет игроку новый, более сложный аспект этой идеи. Что означает, что ни один из более чем 350 уровней не кажется повторяющимся. Я хотела бы больше поговорить о том, насколько глубоко это заходит, и насколько умопомрачительными становятся эти концепции позже. Но все, что я собираюсь сказать, это то, что каждый раз, когда я думала, что это не может быть интереснее, это так и было. И мне нравится, что разработчик Патрик Трейнер сумел представить все это таким образом, что даже люди, которые менее опытны в играх-головоломках, могут наслаждаться этим. Головоломки сложны, но никогда не доходят до такой степени, чтобы они расстраивали. И в конечном счете, на этом уровне ты можешь сделать не так уж много, так что даже если ты не сразу поймешь, что происходит, ты все равно сможешь решить эту проблему и понять, как все работает потом. Для того, чтобы продолжить, тебе нужно всего лишь решить определенное количество уровней. Более сложные уровни не обязательны. И если ты когда-нибудь застрянешь, есть настройка для разблокировки всех уровней. В целом, Патрикс Пэрбокс очень умная и оточенная игра с аккуратными визуальными эффектами, потрясающим саундтреком и выдающимся дизайном уровней. Уникальная механика делает это одной из самых интересных игр-головоломок, в которые я играла. И я надеюсь, что она получит все внимание, которого заслуживает. Большое тебе спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся, если тебе понравилось. И дай мне знать, что ты думаешь об этой игре в комментариях ниже.